Нурсултан Азарбаев встретился сегодня с президентом Республики Корея Пак Кэнхэ. Это ее первый государственный визит по приглашению нашего президента. Напомню, Южная Корея – один из ведущих торговых партнеров Казахстана. И мероприятия в рамках визита, в том числе подписания ряда важных документов, позволят расширить торгово-экономические и инвестиционное сотрудничество. Подробности встречи в материале Анжелы Гариповой. Встреча лидеров двух стран прошла в теплой и дружественной обстановке. Нурсултан Азарбаев отметил, что этот визит открывает новую веху в истории стратегического партнерства между Астаной и Сеулом. Всего за два поколения Корея совершила экономическое чудо, из бедной аграрной страны став крупной державой. С первых дней мы учимся реформам, которые проведены были в вашей стране. Я встречался со всеми президентами, начиная с господина Родей Ол. И мы все эти годы строили наши отношения. Они теперь на очень хорошем уровне. Мы абсолютно заинтересованы иметь тесные политические и экономические отношения с вашей страной. Добро пожаловать в Казахстан. У нас есть широкая сфера для сотрудничества и большой потенциал для развития двусторонних отношений. Я сегодня смогла увидеть воочию динамично развивающийся город Астану, который показывает высокий уровень экономического роста своим современным видом. И я выражаю искреннюю надежду на то, что ваша стратегия «Казахстан-2050» успешно притворится в жизнь. Одна из ключевых тем переговоров – развитие торгово-экономических отношений, темп которых растет из года в год. Товарооборот между двумя странами достиг за прошлый год почти полутора миллиардов американских долларов. А в первом полугодии 2014-го Казахстан и Корея наторговали на треть больше, чем за шесть месяцев прошлого года. По итогам переговоров сначала в узком, а затем в расширенном составах подписан ряд важных документов, в том числе соглашение о двусторонней отмене визового режима. Южнокорейскими партнерами поступательно расширяется сотрудничество с Казахстаном в несырьевой сфере. Уже создано более 300 совместных предприятий. Особенно хочу отметить предприятия по сборке легковых автомобилей, внедорожников, пассажирского транспорта. Успешно продвигаются такие крупные проекты, как Балхашская теплоэлектростанция, газохимический комплекс в Атравской области, освоение месторожения Джамбыл. И эти предприятия только капиталъемку всех составляет более 9 миллиардов долларов. Также в ходе переговоров с госпожой Пак мы обсудили участие корейского бизнеса в программе форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана. Стороны подтвердили заинтересованность сотрудничества по формуле технологии в обмен ресурсов. Казахстан является крупнейшим в Центральной Азии рынком инвестиций Кореи. Мы участвуем в реализации трех крупнейших проектов и приветствуем намеченное продвижение новых, таких как расширение производства на Тенгизском месторождении. Президент Нурсултан Назарбаев также отметил, что сотрудничество с Кореей развивается не только в двустороннем формате, но и на международном уровне. И подчеркнул, что Казахстан поддерживает идею Южной Кореи о безъядерном статусе северной и решение вопроса объединения полуострова на мирной основе. Мы с удоверением отмечаем активное участие Сеула по процессу совещания по мерам доверия в Азии. Мы обратились с просьбой активно участвовать в Экспо-2017 и передовые компании могли бы нам здесь помочь создать условия для создания новых исследовательских центров на территории. Мы активно поддерживаем евразийскую инициативу южнокорейской стороны. Он совпадает полностью с нашей идеей Евразийского союза. В планах двух стран расширение сотрудничества в строительстве, науке и технологиях, лесном хозяйстве и экологии. И эта встреча обещает стать важным импульсом для дальнейшего развития доверительных отношений, накопленных за прошедшие 22 года. Анжела Гарипова, Марат Гиханбаев. При поддержке телерадиокомплекса президента. Астана.